МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Цифровизация Чувашии. На полях Петербургского международного экономического форума обсудили вопросы развития отрасли. День Икс для выпускников школ. По всей стране идет единый государственный экзамен по русскому языку. Переливы Манист. В музее Чувашской вышивки открылась юбилейная выставка Зинаиды Ворновой. В конце июня с космодрома Байконур будет запущен транспортный пилотируемый корабль с изображением третьего космонавта СССР, нашего земляка Андрея Яна Николаева. Это решение было принято сегодня на Петербургском международном экономическом форуме. Глава Чувашии Олег Николаев и генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сегодня подписали соглашение о сотрудничестве. Плодотворное сотрудничество региона и госкорпорации началось еще в прошлом году. Известные на всю страну компании «Сейспель» поставляют на предприятия Роскосмоса свои изделия. Они используются для модернизации цехов Самарского ракетно-космического центра. Дмитрий Рогозин отметил, что качество оборудования позволяет переходить на новый этап развития. Соглашение также закрепило договоренности о запуске космического корабля с необычным дизайном. 20 июня у нас будет запуск транспортного пилотируемого корабля «Прогресс» в Международной космической станции. И мы рассчитываем, что ракета-носитель будет в том числе символикой Чувашии. Знак, опять же, наших добрых отношений. Естественно, Байконур открыт с точки зрения взаимодействия с республикой. И Восточный также открыт. Поэтому, может быть, мы дополнительно там в ходе рабочей поездки обсудим возможность подготовки специалистов для этих космодромов в республике. Возможность приобретения технологий, строительных материалов, какой-то какой-то иной продукции, которая может быть востребована на таких больших стройках. Взаимодействие с госкорпорацией «Роскосмос» для Чувашской республики – это великолепные возможности открываются. И то, что мы эти возможности начинаем, во-первых, с высокотехнологичных компетенций, это дает нам шансы не просто эти компетенции реализовывать и развивать дальше, а самое главное – на базе нее расширять эти компетенции, как в плане образования новых, верно, подрастающего поколения, так и создания новых направлений. Развитие цифровых технологий и вопросы устойчивости региональных финансов обсудили во второй день работы форума. Вот что передают из Санкт-Петербурга наши коллеги Татьяна Молокова и Андрей Шоклев. Развитие цифровых технологий в Чуваши – одно из приоритетных направлений стратегии развития республики. В своем послании Госсовету глава региона поставил задачу к концу следующего года обеспечить все населенные пункты качественным интернетом. Сегодня эта цель стала ближе. Глава Чуваши Олег Николаев и президент компании «Эртелеком Холдинг» Андрей Кузяев заключили соглашение о намерениях по сотрудничеству области развития информационной и коммуникационной инфраструктуры на территории республики. У компании уже есть наработанные решения, чтобы цифровые технологии успешно работали, здравоохранения, энергообеспечения, других объектах общественной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах. Мы сейчас посмотрели – это умное освещение, это умные домофоны, в том числе с видеонаблюдением, с возможностью контроля территории, там свой-чужой, управление домофоном с телефона. Это решение, которое касается сберегающих технологий, то есть оснащения социальных учреждений сберегающими технологиями. Конечно, это связь с труднодоступных населенных пунктах, чтобы связь появилась в каждом уголке, в том числе в самых отдаленных деревнях домохозяйства пользовались таким же качеством широкополосного интернета, как и в городах. Цифровизация региона и устранение цифрового неравенства – одна из ключевых задач стратегии развития региона. В рамках вашей стратегии видите глобальную цель – это создание альтернативы, возможностей для потребителей. Для нас это очень здорово для государства, для республики, и мы здесь полностью приветствуем. Поэтому готовы здесь обсуждать детально каждое направление. Ну, очень важно, конечно, нам с вами понимать, что мы же не на голом месте все это делаем, что есть уже некие решения, есть уже некоторые реализованные какие-то моменты. Стратегические партнерства и так далее. Во второй день работы форума Олег Николаев принял участие в работе Комиссии Государственного Совета Российской Федерации. На заседании обсуждались вопросы обеспечения долгосрочной устойчивости как региональных, так и муниципальных финансов и повышения финансовой самостоятельности региона. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика из Санкт-Петербурга. Главные внештатные специалисты Минздрава Чуваши обсудили вопросы вакцинации от COVID-19. Всего в регионе первым компонентом привито порядка 10% населения. Полностью завершили вакцинацию более 6%. У жителей до сих пор остается сомнение в том, надо ли прививаться. Советы профессионалов в нашем сюжете. Сейчас существует три типа вакцины. Если спутник ВИИ и эпивак Корона можно вводить людям от 18 лет и старше, причем они не имеют верхней границы возраста, то COVID-19 ограничен в действии. Им можно прививать лица в возрасте от 18 до 60 лет. Все три вакцины являются инактивированными. Это означает, что они содержат убитый вирус. Поэтому заболеть от самой прививки невозможно. Решить вопрос о том, какую вакцину выбрать, это все-таки задача не только самого человека. Должен обязательно посоветоваться своим доктором. Собрать доктор полный должен анамнез, оценить состояние человека с хроническим заболеванием, насколько он сегодня компенсирован и готов ответить. Дело не в том, чтобы ввести вакцину, а нужно еще нам добиться того, чтобы человек вакцинированный действительно создал эту защиту. То есть был эффект от вакцинации. Одними из тех, кому необходимо вакцинироваться, являются люди с онкологическими заболеваниями. Но здесь есть свои особенности. Прививаться должны только те, у кого наблюдается ремиссия и кто уже прошел активную стадию лечения. Остальным лучше воздержаться. Мы не рекомендуем в настоящее время вакцинироваться тем онкологическим пациентам, которые находятся на активной стадии лечения специально. То есть пациентам, которые подверглись хирургическому вмешательству, которые находятся в настоящее время в процессе лучевой терапии, или химиотерапии, или таргетной терапии. Противопоказана вакцинация тем, у кого в данный момент диагностировано острое осложнение сахарного диабета. Как только это состояние пройдет, пациенту сразу же стоит вакцинироваться. Наши пациенты с сахарным диабетом должны в первую очередь вакцинироваться, потому что в условиях коронавирусной инфекции, в условиях хронической гипергликемии, если вирус коронавируса внедряется в организм пациента с сахарным диабетом, он имеет высокую атаку и может привести к тяжелым осложнениям вплоть до неблагоприятных исходов. Не стоит забывать и о том, что соблюдение элементарных санитарно-эпидемиологических норм, ношение масок, перчаток, социальная дистанция, помогут предотвратить распространение заболевания. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. В соответствии с законом, с 1 июля ежегодно меняются размеры платы за коммунальные услуги. Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам уже утвердила новые стоимости услуг отопления жилых помещений, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и других. Со второго полугодия в среднем рост тарифов на типоснабжение для населения составит не более 3,5%. На водоотведение, а также горячее и холодное водоснабжение не более 4%. С 1 июля тариф на электроэнергию для городских жителей вырастет на 12 копеек, для сельских на 8. Увеличится цена на газ. Она составит 6 рублей 5 копеек, что на 2,9% больше, чем сейчас. Плата за услугу по обращению с отходами увеличится на 2,13 рубля для городских жителей и на рубль 70 копеек для сельских. В ходе брифинга обсудили и меры социальной поддержки тех, кому не хватает средств на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Теперь на субсидии могут рассчитывать только добросовестные плательщики. Должники будут лишены такой возможности. Меры поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не предоставляются гражданам, если имеется какая-либо задолженность вообще. С 1 июля вот эта норма у нас поменяется. И теперь мы меры поддержки не будем предоставлять, если имеется уже судом подтвержденная задолженность для последних 3 года. Информация о наличии у граждан такой задолженности будет запрашиваться через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Ульяна Пятакова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошерин, Республика. Сегодня и завтра по всей стране выпускники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку. Это единственный предмет, который нужно сдавать всем будущим абитуриентам вузов. В Чувашии в этом году заканчивают школы около 5,5 тысяч 11-ти классников. Школа номер 59 становится площадкой для государственной итоговой аттестации уже не первый год. Сегодня сюда пришли более 170 выпускников. Все они хотят поступать в вузы, и русский язык для них обязательный. Переживают и учителя, и ученики. Ведь это оценка совместной работы за многие годы. Весь год ходила на дополнительные занятия в школе, также на подготовку ходила. Многие ребята планируют поступить в технические вузы, но правильную русскую речь никто не отменял. Я готовился на уроках в школе и на курсах в интернете. Профильная математика, общество знания и английский язык. Мне интересна эта сфера, и я хотел бы в будущем работать в ней. Помимо русского языка, я готовился к профильной математике, физике и информатике. Потому что, скорее всего, эти предметы будут связаны с моей будущей профессией. Мне хотелось бы быть инженером-проектировщиком. Я планирую поступать в МИФИ, либо в Бауменку. Пандемия второй год диктует свои правила. Одноклассники и друзья стоят в полутора метрах друг от друга. Социальную дистанцию соблюдают и в аудиториях. Паспорт, ручка и вода – ничего лишнего. Кроме реальных наблюдателей, в помещении есть и виртуальные. Экзамен сдавали и 10 старшеклассников с ограниченными возможностями здоровья. Это ребята с нарушением зрения, с нарушением слуха и речи и с другими заболеваниями. Для них созданы особые условия, особый кабинет. С сопровождающими они, медицинские работники с ними находятся. Поэтому я думаю, что все будет хорошо. Ребята настроены на хороший результат при сдаче экзамена. Поток разделили на два дня. Кто-то будет выполнять работу завтра. Результаты школьники узнают только 22 июня. Впереди у них сдача других экзаменов. Екатерина Шеверова, Юрий Марков, Республика. В этом году и Бресенскому району выделена беспрецедентная сумма на комплексную модернизацию объектов образования – 150 миллионов рублей. Должны отремонтировать 8 учреждений. Как идут там работы, проверила заместитель председателя кабинета министров Чувашии Алла Салаева. В первой и Бресенской школе идет капитальный ремонт. Здесь меняют все – от полов и потолков до системы коммуникаций. В прошлом году модернизировали двухэтажный корпус для начальных классов. В этом обновляют трехэтажное здание и мастерские. К новому учебному году работы должны завершить. У нас есть задача, которую глава республики озвучил в послании. За пять лет привести в соответствующий вид и в порядок все школы, все детские сады республики с износом более 50%. Но делать это не по принципу латания дыр. Один раз зашли, родители попросили потерпеть. И после этого родители и дети вернулись в школу, которая полностью соответствует сегодняшним стандартам. По новой программе модернизации можно благоустроить и прилегающую территорию, и спортивные площадки, даже установить видеонаблюдение. В ближайшие четыре года таким образом в районе капитально отремонтируют 9 садиков и 12 школ. В свои очереди на обновление ждет и стационар и Бресинской центральной больницы. Параллельно здесь намерены благоустроить территорию, наладить уличное освещение и оборудовать гаражи для машин скорой помощи. В прошлом году средств хватило лишь на капитальный ремонт поликлиники. Как и во многих других муниципалитетах, в районной больнице не хватает квалифицированных врачей, общей практики и узких специалистов. Сейчас прием жителей ведет выездная бригада из республиканских медучреждений. Хотелось бы, чтобы врачи приезжали почаще. Приезд таких специалистов очень для нас важен, чтобы своевременно на ранней стадии продиагностировать ту или иную болезнь, чтобы своевременно оказать необходимое лечение. Это, наверное, самое важное. Поэтому мы зафиксировали и решили. Все с этим согласились, что в июле месяце вместе с Министерством здравоохранения мы подготовим четкий, понятный план, когда раз в квартал те специалисты, в которых есть реальная потребность в районе, будут приезжать и проводить дни приема. Но план будет утвержден заранее. Те же врачи, которые сегодня ездят по районам, также будут дополнительно поддержаны со стороны Министерства здравоохранения для того, чтобы уже заранее спланировать свои графики, свои приемы. Это очень сильно облегчит жизнь на местах. После последнего визита республиканских врачей пять местных жителей направлены на госпитализацию в Чубаксары. Остальные получили рекомендации по дальнейшему лечению в районной больнице. В Чувашии продолжает расти площадь земель, используемых под выращивание сельскохозяйственных культур. В оборот вводятся земли, которые не обрабатывались годами. Министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов побывал в Алатарском и Порецком районах, где еще пять лет назад таких заброшенных земель было немало. За это время в Порецком районе ввели в оборот почти 3,5 тысячи гектаров земли. В Алатарском – почти 9 тысяч. В районы пришли крупные агропредприятия, которые применяют в работе передовые технологии выращивания и современную технику. С помощью такого вот трактора за день можно расчистить 2-4 гектара заросших лесом. На полях Алатарского района завершается сев рапса. Новую технику для обработки земель аграрии приобретают благодаря поддержке государства, которая возмещает до 40% затрат, отметил Сергей Артамонов. Семья Игнатьевых из Красноармейского района создала хозяйство в 2015 году. Поддержка от государства помогла им развить бизнес, дальше увеличить поголовье скота и закупить новое оборудование. О том, как теперь работает ферма и на каких условиях можно получить гранты, смотрите в нашем сюжете. С весны и до поздней осени каждый день расписан по минутам. Нужно успеть все. Навести порядок в курятники, коровники, телятники, всех покормить. Дробина, сила, сено. Для корма здесь используют только сытную пищу. Работаем не для того, чтобы работать, а как бы на удовольствие. Вот утром встал я в два часа, пошел в поле, скосил, запрессовал, вроде бы не спал. В это же время же как бы в поле отдыхаешь. Сейчас вот в этом году купили новый трактор, на него сразу кондиционер поставили, чтобы днем в жару удобнее было работать. Всего здесь около 150 гектаров земли. Планируют арендовать еще 100. Конечно, без помощников не обойтись. Помогают Валерию, его супруга и четверо детей. А ведь несколько лет назад они не думали, что начнут фермерскую деятельность. В 2015 году взяли весной корову одну, потом потихоньку летом взяли еще парочку. К осенью у нас уже было 15 КРС. Летом в 2015 году начали строить ферму. Взяли в 2015 году участок, на котором ничего не было. Вот потихоньку, вот каждый год прибавляя скотину, на сегодняшний день у нас 41 корова. Общее поголовье около 100 голов. В 2017 году Игнатьевы участвовали в программе «Начинающий фермер» и выиграли грант размером около 3 миллионов рублей. На эти средства закупили новый трактор, пресс и 10 племенных нетелей. С этого времени начали увеличиваться надои. От одной коровы получают около 8 тысяч литров молока в год. Сейчас Игнатьевы участники грантовой программы «Семейный фермер». В республике действуют и другие сельскохозяйственные программы для поддержки аграриев. Объявлен конкурс на получение грантов «Агростартап». Для семейных ферм мы разработали 16 бизнес-планов и начали принимать уже заявки на разработку бизнес-планов для участников программы «Агростартап». Фермеры, желающие получить грант на реализацию проекта создания и развития хозяйства, могут подать заявку и документы на участие в конкурсном отборе до 23 июня этого года. Для этого нужно обратиться в Республиканское министерство сельского хозяйства. Инесса Потапова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Республика. «Переливы Манист» выставка под таким названием открылась в музее Чувашской вышивки. Ее автор Зинаида Ворнова известный в Республике мастер народных художественных промыслов. Вчера ей исполнилось 70 лет. Вашим трудом и вашими неустанными творчеством создано огромное количество украшений. Вы внесли огромный вклад в национальную культуру Чувашской Республики. И мы поздравляем вас с открытием этой потрясающей выставки. Спасибо за внимание. Выставка – несомненно, определенный рубеж в жизни любого художника. Но только не для Зинаиды Ивановны. Ее куклы, украшения, головные уборы с годами становятся все интереснее и самобытнее. В своих работах мастер придерживается многовековых народных традиций, привнося в них современную стилистику. Я люблю свою коллекцию. Я хочу побольше выезжать в регионы Российской Федерации, рассказать о наших костюмах. В костюме, например, есть головные уборы, нагрудные украшения. И о платьях можно рассказать. О фартуке можно рассказать. Рассказать много. Мы участвуем в различных форумах. Мы бываем в Тюмени. В Тюмени мы проводили первый праздник чувашского костюма. Лучшего знатока народных традиций, чем Зинаида Ивановна, еще поискать. Она знает, чем отличаются костюмы жителей разных районов Чувашии, из чего делались традиционные женские украшения и какие старинные обереги до сих пор в ходу. По ее инициативе начали проводить межрегиональный конкурс «Чувашский национальный костюм. Культурное наследие народа». Она настолько такой мастер с большой буквы, что таких мастеров еще у нас в Чувашии, пожалуй, по пальцам можно сосчитать. Она вообще молодец. Где только не бываем, где только на каких только конкурсах и выставках она не участвует. Везде представляете, такие у нее уже готовые костюмы. Вот молодец. Я восхищаюсь ее. Настолько она прям талантливая. Работы Зинаиды Вороновой не раз удостаивались почетных наград. Ее мечта – объездить со своей выставкой как можно больше городов, чтобы культуру чувашского народа знали, ценили и уважали. Ольга Алексеева, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. Фортепиано, скрипка, флейта и народные инструменты. В Чебоксарской детской музыкальной школе номер один имени Степана Максимова состоялся концерт выпускников. Эти ребята обучались по особой программе – предпрофессиональной. Усидеть за беглостью пальцев взглядом едва возможно, при этом никакого напряжения, ведь за игрой они чувствуют себя как рыба в воде. Все восемь лет усердного обучения на любимом инструменте у этих ребят не было и тени сомнения в выборе будущей профессии. Они с детства увлечены музыкой, а взрослые активно развивают их талант. Такие дети проходят конкурсный отбор. И только пройдя вступительные экзамены, они поступают в первый класс. Педагоги таких учеников мотивируют на продолжение своей деятельности. То есть в восемь лет они предпрофессионально занимаются на инструментах. И предполагается, что такие дети продолжат свое обучение в других учреждениях Российской Федерации. То есть это либо музыкальные училища, музыкальные колледжи, а в последующем это могут быть институты и консерватория. Елена Николаева пошла по стопам своей бабушки, которая любила играть на фортепиано. Она является лауреатом различных конкурсов и свое будущее связывает только с музыкой. На этом концерте я исполнила пять произведений, прелюдия Фукбаха, два этюда, пьеса Чайковского и соната Гайдена. В прошлом году одна из выпускниц по классу фортепиано у моего преподавателя девушка поступила в Московское училище Менигнесиных. Я также хочу попробовать свои силы и в этом году попробовать поступить туда. В прошлом году школа отпраздновала свой столетний юбилей. Уникальные авторские методики преподавания, энтузиазм и увлеченность с любимым делом позволяют педагогам развивать таланты. Для большинства выпускников школы музыка становится профессией. Екатерина Шиверова, Бахтиар Велиев, Республика. Это главные новости Чуваши в четверг 3 июня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова